Добрый день, мои дорогие подписчики! Меня зовут Наталья и сегодня мы будем с вами готовить замечательную картофельную запеканку с шампиньонами в микроволновке. Посмотрите, какая она нежная и вкусная, и самое главное, она низкокалорийная. Энергетическая ценность нашей запеканки всего 94 килокалории. Поставьте ролик на паузу для того, чтобы записать себе рецепт. Для приготовления запеканки нам понадобятся замороженные шампиньоны 900 грамм. Также нам понадобится картошка полкило, это примерно две средних штучки, 100 грамм сыра, у меня тюльзита 45 процентов, средняя головка лука 100-120 грамм. Также нам необходимо взять пару куриных яиц, небольшой кусочек сливочного масла для того, чтобы смазать форму для запекания и сковородку для пассеровки лука. 10-15 грамм укропа, это 2-3 веточки, чайную ложку соли, это 10 грамм, черный молотый перец по вкусу, я беру пол чайной ложки, 1 грамм. В кастрюлю набираем литр воды, ставим на огонь и ждем, пока она закипит. В воду добавляем соль, замороженные шампиньоны и варим минут 5 после закипания воды. Также нам необходимо сварить пару картофель в мундире, я варю побольше с запасом впрок. Готовые шампиньоны нам необходимо откинуть на дуршлаг, чтобы стекла вода. Как шампиньоны остынут, надо дополнительно их отжать. Также ждем, пока остынет картофель в мундире. Затем мы его чистим от кожуры и натираем на крупной терке. Чистим нашу луковицу, нарезаем ее кубиками. Смазываем сковородку тонким слоем сливочного масла. Слегка пассируем лук до желтого цвета. Добавляем в сковородку с луком наши грибы и как следует обжариваем. На крупной терке натираем сыр. Нарезаем мелко укроп. Грибы с луком, зелень, сыр, яйца и картошку смешиваем. Форму для выпекания смазываем сливочным маслом. Выкладываем туда массу и выравниваем. Ставим запеканку в микроволновку на максимальную мощность на 15 минут. Потом ждем, когда она остынет. Наша запеканка готова. Можете подавать как самостоятельное блюдо или гарнир. Приятного аппетита! Ну а я с вами прощаюсь. Если вам понравился мой рецепт, ставьте лайки и оставляйте комментарии. До новых встреч на ютубе!